Начиная с программы «Особое мнение», у микрофона работает сегодня Светлана Занко, своё особое мнение высказывает депутат законодательного собрания Кировской области 4-5 созывов, бизнесмен Дмитрий Русских. Дмитрий, добрый день. Светлана, добрый день. И все слушатели АЭХ Москвы тоже приношут хорошее поздравление с праздником Новым Годом, с Рождеством. Мы вступили в новый этап жизни за 2019 год. И всем желаю, чтобы он был гораздо ярче, красивее, прекраснее, больше позитива и любви всем нам, потому что нам на самом деле этого всего не хватает. Если взять ещё экономическую точку, чтобы у нас всё-таки экономика начала как-то двигаться в другом направлении. За здравие решили. За здравие, да, за упокой не будем. За упокой в 2018-м. Никак Семён Слепаков, да? Он крутой, я, конечно, с ним не сравнюсь. Не так. Ну, вот начался Новый Год. И мы помним, что нам говорили в конце декабря власти, и не только власти, депутаты, в том числе Кировской городской думы, Михаил Шихов. Из властей я приведу имя нашего сети-менеджера Ильи Шульгина, которые говорили и СМИ опубликовали эти высказывания о том, что после первого января никакого мусорного коллапса не будет, все улицы преобразятся, имея в виду, что все завалы с улицы исчезнут, и мусорная реформа заработает, и всё у нас будет в порядке. Ну, собственно говоря, мы все ждали этого первого января. Должна была какая-то быть очень приятная рождественская или новогодняя ночь. Да, и я бы хотела сразу, конечно, об ощущениях спросить. Вот вы ездите по улицам, смотрите, что вы видите, мусор выносите. Что изменилось? Видите ли вы, что действительно всё заработало, мусорные завалы исчезли, и успокоилась ли ваша душа по этому поводу? Ну, душа у меня всегда спокойна, значит, к счастью. Но сказка не свершилась, потому что, вернее всего, что это можно рассказывать под Новый год, 31 числа, когда мы все живём какими-то определёнными надеждами и сказочными воспоминаниями, фантазией. На самом деле, то, что я вижу вокруг своего дома и куда наношу мусор, у меня вроде как бы после Нового года никаких больших изменений не произошло. Там, может, всё и так хорошо было у вас? А, нет, ну, не может быть в одном месте хорошо, а во всех остальных плохо. У нас, в принципе, всегда было так, как оно существовало, в принципе, по всему городу. Особенно за выходные дни накапливалось только мусора, что он просто валялся вокруг бачков. В принципе, вся эта тенденция сохранилась, ничего не поменялось. И, ну, видимо, сказка пока отложилась на какой-то период времени, и мы будем сейчас ждать, когда всё-таки она вступит в 2019 году именно в реалии жизни. Ну, мне почему-то кажется, что это так быстро не может произойти по определению, потому что любая работа – это большой труд. Начнём с мелких вопросов. Ну, во-первых, надо сказать, что рекоператор Куприк предложил керочанам жаловаться на проблемы с мусором. Группу ВКонтакте можно посылать свои сообщения. Я, кстати говоря, по этой группе не вижу особо много сообщений на завал мусорный, но очень активно жалуются на новые контейнеры, которые Куприк закупил и поставил на площадках, потому что они без педали, извините, руками нужно открывать крышки. На это вот жалуются люди. Ну, наверное, удобнее с педалью, но если они выглядят по-новому и современно, и закрываются пластиком... Они точно такие же, только без педали. Смотрите, в большинстве стран, где я видел и выкидывал, тоже мусор специально осмотрел, но они похожи, только единственное, что там есть окошечки, которые очень удобно отодвигаются, и туда бросаешь. Значит, ну, здесь приходится открывать всю крышку. Но, мне кажется, пластиковые гораздо лучше, чем те, которые старые, стоят металлические, просто ужасные по внешнему виду. Да, их убрали, кстати, металлические контейнеры. Не везде, потому что я проезжал, вот в некоторых местах они до сих пор стоят. Ага. Ну, значит, ждем еще. Ждем. Ну, ты так хочешь очень быстро, чтобы там, ты уже первого числа все изменил. Я-то, конечно, хочу. Ну, мы все хотим. Мы очень долго этого ждали. И все хотят. Да. И все хотят. Ну, смотрите, история какая. Здесь, на выходных, возникла новость в интернете, которая активно людьми обсуждалась и множество репостов совершенно собрала губернатор Тверской области Игорь Жуденя, находясь в Осташковском городском округе, где он готовился к празднованию Рождества, цитирую я, прокомментировал многочисленные сообщения о мусорном коллапсе в регионе. По словам главы мусорной завалы во дворах и дефицит контейнеров, прямое следствие работы правительства Российской Федерации и премьер-министр Дмитрия Медведева. Ни один регион в России пишет нам, это на самом деле Яндекс.Зен распространил, и очень многие другие региона распространяли, не готов к мусорной реформе. Нет мощности, нет инвесторов, нет полигонов. Проводить реформу в этих условиях преступления – это был передел рынка в интересах крупных олигархов, таких как Рутенберг и Чайка. Правительство России не только ввело в заблуждение президента России, но и нисколько не помогло регионам. В результате мы имеем, что имеем, мусор в Тверской области вывозят через раз, из дворов исчезли контейнеры, региальный оператор не справляется с своими функциями, заявил Игорь Рудене. И все такие подумали, ого-го! Крутой губернатор, очень крутой, но потом оказалось, что это фейк. Потом оказалось, что это фейк. Ну, на самом деле, Свет, я все внимательно прочитал, и я был, на самом деле, изначально удивлен, что в наше время губернатор может позволить говорить правду. На самом деле, все, что там было написано, это полная правда. Я полностью согласен с каждым словом, что на самом деле мы сегодня не готовы к этой реформе. Мы ничего не сделали. В первую очередь, власть. И в данном случае, в очередной раз обобрать свое население, ну, это самый простой способ вообще жизни. И я вам хочу сказать, что в каждом регионе есть тоже Чайки, есть тоже Рутенберги, и понятно, что на самом деле здесь есть очень перспективный коммерческий рынок, потому что во всем мире это очень такой правильный бизнес, мусорный. Значит, он очень, как бы, выгодный, он очень эффективный, но при этом понятно, что, как бы, мы не можем себя сравнивать там с тем бизнесом, который работает в этом плане, в этой же Европе. Значит, мы говорим, что у нас все по-другому, у нас как в России. Значит, и понятно, что все переделы, и все какие-то реформы, и все какие-то правильные вещи говорятся в интересах кого-то, каких-то близких людей, которые, в общем-то, хотят залезть на этот бизнес не при желании что-то сделать хорошее, а просто собрать в очередной раз кучу денег с нашего бедного населения. Ну, надо сказать, еще раз, возвращаясь к этому фейку. Фейку, да. Хороший фейк. Надо сказать, что... Побольше фейков. Очень четко был написан, грамотно, по всем правилам необходимым, и выдержана была серьезная такая пауза. После огромного количества перепостов, автор этой публикации, Алексей Полухин, сам на своей страничке в Фейсбуке рассказал об этом, что он сделал, и рассказал, как разносится... Эта информация. Эта информация. Он ссылался, кстати, на Тверскую правду, и понятно, что люди, которые проверяют новости, они могли зайти и посмотреть, что там нет ничего такого подобного. Но, тем не менее, все радостно стали распространять эту новость. Ну, просто, видимо, он очень сильно захотел и соскучился по тем губернаторам в жизни, которые имеют свою точку зрения. Почему я на этот Фейк обратила внимание, и почему тебе задала этот вопрос? Потому что я вспомнила твое выступление на областном законодательном собрании, где ты зачитал знаменитое письмо... А, Виксельберга. Виксельберга. Нашим депутатам, за то, что они ему помогают на протяжении большого времени. И губернаторам, да? За то, что они помогают на протяжении долгого времени. Оно тоже звучало вполне реалистично. Реалистично, но это был Фейк. Я помню, что тебе за это пытались... Нет, там пытались и статью, и выговор через закон собрания, и служба безопасности самой компании, которая тогда была... Не Теплиус называлась, она называлась по-другому, которая Виксельберговская, там, мне какие-то службы безопасности ко мне звонила, и пугала, и говорила, что я должен там какие-то правильные вещи сказать в оправдании. Ну, на самом деле, это была вынужденная мера доказать, что надо помогать не богатым, а надо помогать остальным людям, которые, в общем-то, живут, и в первую очередь думать не о олигархах и о крупных компаниях, а о том населении, которое проживает на территории Кировской области. Про олигархов и крупных компаний. Ты сказал, что все, что написано было в этой новости, это правда. Это большая правда. В частности, там было сказано, что это большой передел мусорного рынка в пользу как раз олигархов. Считаешь ли ты, что в Кировской области тоже происходит или произошел уже передел мусорного рынка, и что он будет тоже работать в пользу неких олигархов? Учитывая, что в Куприте, напоминаю, есть доля муниципалитета. Есть муниципалитета, но у нас не олигархи, у нас больше они на бояр похожи. Это на самом деле большая проблема всей России, потому что все сосредоточено сегодня на олигархов. И вся наша экономика на них рассчитана. И понятно, что если на федеральном уровне такие вещи происходят, и мы их сегодня видим там, и те фамилии, которые были озвучены, они там не первый день сегодня звучат, то, конечно, регионы подтягиваются к такому тенденции модной, когда надо власти помогать только олигархам, то понятно, что и в Кировской области это процветает на протяжении тоже большого времени, так как все-таки любой регион пытается поддержать моду федеральную. Мы видим уже, как распределились заказы на вывоз мусора. Мы видим, кто стоит у руля, в том числе и знаем владельцев компании Куприт. Считаешь ли ты, что произошла монополизация, происходит монополизация этого рынка, и хорошо это или плохо? Ну вот смотрите, на самом деле, как бы мы тут ничего такого секретного нет. Мы видим, что в Куприте есть частный пакет, и он довольно-таки очень большой. Значит, он представлен в виде городского депутата Михаила Шихова, и его структур, которые близкие сегодня к нему. Значит, понятно, что с одной стороны, вроде тут ничего страшного нет. Если мы возьмем практику, где на самом деле перерабатывается мусор, это вообще, есть лидеры вообще в этом в мире, особенно это европейские страны, когда, допустим, в этой же Голландии, в Амтердаме стоит переработчик, который даже никто и не замечает, что он стоит в центре города, и перерабатывается, и выдается тепло, и все проще, и в основном это все частно. Значит, есть определенная практика, что есть два пути. Первый путь – это отдать все частнику, который, в общем-то, несет свои деньги, инвестиции произведет, и, в общем-то, запустит проект, при котором нам покажут, что сделана переработка, что она работает, и за это надо платить. Не тогда, когда деньги давайте сегодня, а стулья завтра, а в плане того, что они вложились, они показали, и они поехали. Сейчас мы должны прерваться буквально на полминуты, здесь просто нужно акцентировать на то, что ты считаешь, что у нас действительно в одних более-менее руках собран вот этот мусорный рынок. Да, но он в эти руки как бы плавно и передавался намеренно. Прозвучало имя Михаила Шихова. Ну, это все знают. И аффилированных, видимо, с ним компаний. Ну, я думаю, что есть кто-то из олигархов, который очень продвигает его в этом направлении, потому что мы с вами понимаем, и я очень хорошо это вижу, что у нас все происходит не по-честному, а по знакомству и по продажам. И ты не считаешь, что это такая уж опасность, потому что, собственно говоря, есть примеры частного бизнеса и за рубежом, но вопрос в том, как дальше все будет происходить. Нет, Свет, это другая история. Я не против частника, я просто тут немножко другой частник, понимаете? Мы прервемся, мы должны прерваться, через полминуты расскажешь, что ты имеешь в виду. Это действительно программа «Особое мнение». Своё особое мнение сегодня высказывает депутат законодательного собрания 4-го и 5-го созыва Дмитрий Русских. Мы говорим о мусорной реформе и о том, как она реализуется в Кировской области. Итак, ты хотел пояснить, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что частный бизнес в мусорной реформе – это неплохо, но у нас всё происходит по-другому. Ну, смотри, вообще на самом деле два пути. Это частник и это государство. Ну, третьего пути не дано. Там создание частного государственного партнёрства, но, к сожалению, в нашей стране оно не работает. Значит, я думаю, что вообще оно работает в тех странах, где как раз бизнесу, как бы сказать, доверяют, и бизнес совершенно другой. Значит, в нашем варианте там попытались создать такое государство частное партнёрство, потому что в Куприд вроде как бы они говорят, что это муниципалитет, но всё контролируем, но при этом там есть часть. Значит, второй путь там – это государство, когда полностью государство берёт это всё на себя. А, к счастью, у нас довольно-таки богатое государство, и я считаю, что это был один из, может быть, правильных путей, когда государство на федеральном уровне принимает решения и занимается этим направлением сами. Они строят за счёт налогоплательщика перерабатывающие заводы, которые уже весь мир там 30 лет в них живёт. У нас до сих пор свалки по всей стране. И понятно, что это государство, оно вкладывает деньги налогоплательщика, оно это всё перерабатывает, оно берёт совершенно небольшую плату, потому что всё построено не за счёт инвестора, а за счёт государства, это за счёт нас с вами там, да. И, в общем-то, всё как бы работает, и все спокойно. Значит, ну, это не тот путь для нашей страны, это очень лёгкий путь, да. Для нас всё нужно посложнее, и главная задача, что для нас, в первую очередь, к сожалению, у бизнеса стоит вопрос, как бы обобрать это население и деньги получить раньше, чем они их вложат. Ну, вот история сегодня, то, что мы сегодня получили по ТБО оплату уже, в принципе, услуг, которые нам практически не оказали. Это напоминает мне капремонт. Вот мы сегодня там видим, что капремонт – это большая авантюра. И все цифры, которые сегодня озвучены ровно через 4-5 лет после введения этого капремонта, мы видим, что с населения деньги собирает, эти деньги не осваиваются. Они лежат на счетах Сбербанка. По последним данным, которые там были на, по-моему, на ЯП месяц, которые я видел, собрали за эти годы, там, за 3,5 года где-то около 3,5 миллиардов рублей, из них два с лишним лежат на счетах Сбербанка. Тогда вопрос – а вы зачем с населением эти деньги собираете, если они у вас лежат на счетах? Да, пускай это наше население, которое и так сегодня, за последние 4 года, мы видим, доходы населения упали на 10%, да, что все выросло там в разы, что у населения нет денег, что в данном случае ситуация будет только усугубляться, к сожалению, в 2019 году, их еще в 2019 году раздевают еще на одну услугу, которая, в общем-то, не соответствует вообще этой всей оплате. То мне казалось, что для того, чтобы собирать население, должны этому населению показать, что построили, что это даст, как это будет перерабатываться, и тогда ввести какую-то правильную форму оплат. А сегодня это просто грабеж средь белого дня. Это еще один налог, который, в общем-то, создает ту ситуацию, когда население хоть с вилами выходи на улицы, потому что уже реально платить коммуналку, которая растет 2 раза в год, платить там капремонт, который там отставание даже по строительству, я вижу сегодня, 30-40%, они всего выполняют от плана, 60% не выполняются. То получается, если мы возьмем цифру, у нас программа капремонта была рассчитана на 30 лет. Вот сегодня можно смело сказать, что 30% уже перерастает в 60%. И все эти 60 лет с этого бедного нашего населения будут собирать деньги. То где 60%, там и 90%. То мы говорим, что это программа, не выполняющая практически вообще. То есть ты прогнозируешь, что по мусорной реформе будет то же самое. Деньги будут собираться бесконечно, мусор будет сваливаться на полигонах, а переработки и сортировки не появятся. Ну, они никто про нее не говорил. А кто сказал, что мы построим за эти деньги перерабатывающие современные заводы? Ну, говорят об этом. Ну, как говорят. Ждут следующих федеральных документов и программ. Что-то вроде после 2024 года. Ну, после 2024 года там хоть земля перевернется. До 2024 года тут и всех нам, кто говорит сладкие слова, и кто нам обещает светлую жизнь, и в 2024 году никого практически не будет уже. Все поменяется. Есть прекрасная страна Швеция, которая сегодня не собирает своего населения, как бы, деньги за переработку, да, а потому что эти перерабатывающие заводы выдают энергетику, выдают тепло и свет. И они ее продают. Но они сегодня уже со всей Европы начинают свозить и даже платят сами деньги. Почему правительство Кировской области в лице Аллы Викторовны Албеговой и господина Редкина, министра ЖКХ, который отвечает за мусорную реформу, почему они говорят, что сейчас они не видят инструментов для того, чтобы частный инвестор мог строить переработку и сортировку, и, собственно говоря, и таких инвесторов не видят своих бизнес-проектами? Действительно, в Кировской области никто не придет. Если закрыть глаза и одеть черные очки, то вообще ничего не увидишь, да? Но это вопрос такой относительный. Я не знаю, что они видят, что они не видят. Я уверен, что, зная эффективность и рентабельность этого бизнеса, я думаю, что на самом деле есть и в стране, и в Кировской области бизнес, который бы готов был зайти в эту программу и инвестировать туда деньги. Потому что на самом деле это такая очень длительная программа, она очень перспективная, потому что у нас, к сожалению, сегодня практически нигде мусор не перерабатывается. Ну и главное, она никуда не денется. Она никуда не денется, она вечная. Это как тепло, это как свет, это то, что всегда будет востребовано и всегда будет использоваться. То я думаю, что тут немножко лукавит в плане того, что, наверное, они кого хотят, они видят, а кого не хотят, они не видят. И понятно, что у нас это везде программа такая работает. Потому что ведь мы... Ты вначале сам сказал, что вот есть заявление о том, что Подмосковье, весь рынок Москвы и Подмосковья выиграл Чайка и Ротенберг. Ну, это же не с Бухтой Барахтой, почему не Иванов с Петровым? Ну, потому что нет Иванова и Петрова. Они на самом деле в жизни есть, но для власти их нет. Потому что сегодня бизнес только в стране и нашей области развивается тот, который облюблен властью или это родственники, это близкие или как-то. К сожалению, это наша очень большая проблема. Потому что я считаю, что все такие вещи, которые связаны с услугами, с благоустройством, мог бы делать качественно и хорошо часть них. Я хочу просто вернуться к господину Шихову, Куприту и Саху, которые очень давно на этом рынке. Все говорят, что рынок этот очень высокодоходный. Это все знают. А неужели у этих структур нет денег для того, чтобы прямо сейчас приступить к строительству, сортировке и переработке? Почему нужно ждать федеральные программы? А зачем он вкладывает свои деньги, когда есть деньги населения? Гораздо проще пройти городскую и областную думу и правительство, и принять тот закон, который сегодня позволяет собирать, еще ничего не построив, с этого бедного несчастного населения. А населению это нравится, потому что население молчит. Никто же не вышел и не сказал, что ребята, вы что делаете, вы с ума что ли сошли все? Вы что творите? Ну, все молчат. К сожалению. То есть могли бы. А я тебе больше еще скажу. А регионов не боятся, из-за этого здесь все отжимают. Если мы сегодня посмотрим федеральный закон, который это принимал, там есть ограничения для трех субъектов Российской Федерации. Это город Москва и Санкт-Петербург и Севастополь. Которая отложена, это мусорная реформа, на 3-4 года. Я вам скажу, почему она отложена. Вы думаете, что там ситуация что ли лучше? Нет, там денег больше и возможностей там больше. Просто там есть активная часть населения, в крупных городах, это Санкт-Петербург и Москва, которые завтра... Выдут на улице. Они выйдут на улице завтра. А они знают, что в регионах никто никуда не выйдет. То тут здесь можно отжимать по полной и тебе за это ничего не будет. То в данном случае, смотрите, закон федеральный принимается, но он не распространяется на три субъекта Российской Федерации. Это самые богатые два города, Санкт-Петербург и город Москва. И Севастополь туда же попал. Потому что они активны. Там люди другие живут, видимо. Не россияне что ли, или наоборот россияне. То здесь вот, это вся та же самая история, как с капремонтом. Я всегда говорил, что если бы в Кировской области при принятии закона, который я стоял против до последнего, значит, вышло бы хотя бы 20-30 тысяч людей, как выходит на 9 мая, да? То я думаю, что ситуация бы по капремонту в Кировской области была бы другой. Дмитрий Русских, это его особое мнение мы слушаем. Возвращаемся к людям, которые имеют средства, которые имеют деньги и... Но они хотят не свои средства тратить. Когда есть население, их средства, зачем тратить свои средства? Понятно. Вот насчет общественного как раз контроля, в том числе и контроля журналистского. Недавно совсем на интернет, в интернет-журнале 7 на 7, вышел большой материал под названием «Таблетки, кровь и котлеты». Хорошее название. Да. Да, это все в куче, и таблетки, и кровь, и котлетки. И этот материал... Я бы еще конфеты туда приобрел. Да? У нас порошенко свой есть. Порошенко? У нас везде есть такие, как порошенко. Так, ну, про конфеты это какая-то новость. Пока что таблетки, кровь и котлетки. Не, ну, если он котлеты поставляет, и таблетки, почему не поставлять конфеты? А, понятно. Детям в детские учреждения. Ну, да. Значит, «Семерки» запустили проект региональной короли госзакупок и начали, надо сказать, с Кировской области. Честно говоря, я вот впервые услышала из этого материала имя Михаила Зыкина, который является одной персоной, представленной в материале. В определенных кругах оно известно. Все знают, что это хозяин лайк. В определенных, да. Ну, вот мы делали эфир, приглашали журналистов 7 на 7, для того, чтобы они объяснили, как они делали это расследование. Расследование писали 4 месяца. Это все открытые данные, надо сказать. Ну, понятно, что это все ссылки и так далее. Совершенно верно. И журналисты рассказывали в нашем эфире, что персоны, которые в этом расследовании фигурируют на контакт, не шли. И мало того, для того, чтобы пояснить, так это или не так, дать какие-то комментарии. И мало того, и Уфа, собственно говоря, тоже на контакт не пошел, не ответил на запрос, хотя обычно это делают очень быстро. Суть материала следующая. За очень короткий промежуток времени, 10 лет буквально, люди, конкретный человек обогатился просто немыслимо на госзакупках. Просто талантливый бизнесмен очень. Красавчик. И хороший вопрос на самом деле. На самом деле, чего плохого-то? Человек просто разработал бизнес-стратегию. Нарушений, раз тут человека не привлекли, не накрыли, никуда не затащили, не посадили, нет. Ну и пусть прекрасно начало с нуля, но хорошо, что он зарабатывает так много денег. Прекрасно. Что-нибудь тебя в этом материале все-таки напрягло? В этом материале написано реалии вообще российской экономики и российской жизни. Я свое личное мнение скажу. Вот эта структура, на мой взгляд, она тоже связана с определенными людьми, которые, как я их называю, бояре или олигархи. То, конечно, в данном случае ничего плохого нет, что, в общем-то, какой-то бизнес развивается, и дай бог, значит, но мы все прекрасно понимаем, что без административного ресурса и без каких-то определенных связей и лоббизма, там, определенных людей, да, ну, к сожалению, у нас ничего не происходит. То в данном случае здесь из-за чего они, видимо, и взяли за основу этот материал и понравились. Я думаю, что они знают, кто стоит в том числе за этой компанией. Ну, там фамилия, там крепостного фамилия фигуры. Да, ну, да, я думаю, что все прекрасно об этом знают. И как раз эта компания, если не память не изменяет, как раз появилась, когда Валерий Васильевич начал работать в команде Николая Ивановича первым замом. Окей. Конечно, конечно. То в данном случае у нас все началось с Николая Ивановича, у нас олигархи и бояре появились при Николе Ивановиче. Уникальная вещь, вроде человек всю жизнь проработал в прокуратуре, но запустил такой механизм в Кировской области, который за 10-15 лет фактически полностью разрушил все, что было хорошее, и внедрилось все самое плохое. Это коррупция, громаднейший, это лоббизм, это, в общем-то, совершенные, как бы, свои городские думы, областное ЗАГС собрание, которые, в общем-то, в первую очередь всегда голосовали и отстаивали интересы этих олигархов. Они не голосовали за избиратель. Они на выборах им рассказывали прекрасные истории, как они любят свой народ, но, на самом деле, если вы мне скажете, что было хорошее сделано за последние 10-12 лет в Кировской области для народа, я, кроме как салюта дню 9 мая и дню города, я больше не знаю ничего. По крайней мере, то, что его обирают по полной программе, у нас одни из самых высоких тарифов на очень многие вещи, и на этот же капремон, который у нас там заложен 10% ежегодично. И вот сейчас это ввели тоже, для городов, кстати, для Кирова, Чепенской, для Кирова 6 рублей с квадратного метра, можно подумать, что у нас 5, да, что у нас мусорят, видимо, квадратные метры, а не человек, то в данном случае, ну, вот, не вижу я ни одного такого направления, которое я бы точно сказал, слушайте, ну, хорошо отработала там депутаты, власть, и, на самом деле, жители Кировской области стали жить лучше, качественнее, что их стали больше любить, уважать. Ну, вот, пока мы не находим уважения со стороны власти, это мое личное мнение. Это особое мнение Дмитрия Русских, мы прорвемся на полтора минуты, у нас реклама, и продолжим. Это программа «Особое мнение», у микрофона работает Светлана Занькосова, и «Особое мнение» высказывает Дмитрий Русских. Ну, что касается расследований, я бы так сказала, мы все привыкли, что расследования касаются обычно как раз тех самых Бострыкиных, Чаек, Ротенбергов и прочего. Да, в федеральном уровне такой. Да, запустил этот процесс господин Навальный в свое время. И «Новая газета» очень мне нравится. И «Новая газета». Они очень реально делают очень крутые расследования, вообще очень. И я думаю, что они там не четыре месяца работают над каждым расследованием, а можно, мне кажется, и по полгода, и по годам. Там разные, конечно, есть. Это что касается экономических расследований, потому что есть еще, безусловно, «Медиазона», которая как раз... Да, «Медиазона». Нет, у нас сейчас есть, к счастью, очень приличное издание, которое это делает. Да, но кажется, что это все не про нас. А тут уже региональные журналисты делают вполне профессиональные расследования, достают цифры, факты, комментарии, сводят это все в простые понятные материалы. И буквально каждый человек может одним кликом просто обнаружить всю информацию, не пытаясь... Я не собираю ее даже. Да, и видеть всю эту информацию. Судя по тому, что фигуранты этого расследования не давали никакие комментарии, они выпряглись. Как ты думаешь, вот эти региональные расследования, они какую-то оставят шлейф, иницируют какие-то проверки со стороны, возможно, УФАС или прокуратуры? Заставят ли они как-то по-другому, может быть, думать как раз олигархов? Как ты сказал, что люди не вкладываются, люди деньги собирают, а в город не вкладываются. Они ровно по-русски говорят. Смотри, Света, мне кажется, что тут две есть вещи очень понятные. Первое, это на самом деле очень модная тема сейчас стала, и это видно на федеральном уровне. И понятно, что у нас сейчас современные есть специалисты, работают в СМИ, ребята пришли молодые, и, конечно, они смотрят, как работают федералы и учатся этому. Это хорошая тема. Вторая тема, это очень важно, что на самом деле вся эта коррупция и воровство просто всех уже достали. Да, мы с вами видим, что на каждом шагу, и не скрывает уже никто, даже наш прекрасный, в кавычках, премьер-министр Дмитрий Медведев, который говорит, что из какого-то госзаказа из 2 триллионов процентов 30-40 куда-то пропадает. Если уже признают такие цифры, то мы говорим, что коррупция захлестнула все, и это не только на федеральном уровне. Понятно, что этой моде поддались и региональщики уже давно, и города мелкие. И понятно, что она как бы становится очень интересной и актуальной. При этом мы с вами точно понимаем, что сегодня интернет творит большие чудеса. И если этот специалист, который занимается вот этим расследованием, 4 месяца собрала всю информацию, которая в открытом доступе, в общем-то, есть, и все это спарковало и выдало очень хороший, на мой взгляд, материал, да, это говорит о том, что, в общем-то, мы находим понимание, и мы говорим, что она делает работу эту для нас, для всех, кому там еще непонятно, почему мы так плохо живем там, да. Потому что ни одна страна мира при такой коррупции не может развиваться ни экономически, ни социально. Это невозможные вещи, значит. И при этом, как бы, эта тема, конечно, мы будем ее читать, мы будем возмущаться, мы будем это знать гораздо больше. Это будет знать не ты, не я, это будет большой, как бы, спектр людей, потому что мне только вайсапе, человек, наверное, 50-100 раскидали этот материал, который мы сейчас с тобой говорим, про эти таблетки, да, значит, его прочитали, значит, его перекинули, с ним поделились. Да, это будет еще один камень такой в грудке, как бы, камней, когда мы говорим, что, да, ребята, мы живем совершенно не так, и шансов у нас при такой жизни жить хорошо нет практически вообще. Значит, вторая история, как это отложится? Отложится это где-то глубоко у нас у каждого в голове и в сердце, до определенного момента, но реакции никакой власти, там, Фаса и кого-то, конечно, никакой не будет. Потому что мы сегодня видим, что на все расследования, которые делали и Новая газета, и Навальный, и все прочие, там, кто этим занимался, да, реакция нулевая. Да, потому что сегодня, мне кажется, что это такой образ жизни вообще российской власти, и, в общем-то, с ним все согласны, я имею в виду, что во власти. То понятно, что никаких тут возбуждений дел, разбирательств на территории Кировской области после этих материалов не будет, если даже еще появится их 5 или 6. Значит, здесь, к сожалению, такая тенденция, она будет сохраняться до какого-то определенного периода. То это чисто для нас. Это делают смешники, хорошую работу, облегчая нам, потому что мы с тобой вряд ли бы стали все это проверять и так долго искать. 4 месяца мы не можем себе это позволить. А материал, который нам подали, мы, в принципе, его прочитали и, как бы, и до конца все поняли, что, в общем-то, это, на самом деле, такая интересная история, которая, в общем-то, как бы, в голове все равно отложилась. Ну, и с другой стороны, когда тоже, там, у меня папа спросил, ну и зачем Семен Слепаков написал эту песню, что это изменит, ну и зачем это расследование. Ну, такие материалы, которые были посвящены питерским и московским чиновникам, в конце концов, например, привели в том, к тому, что мусорная реформа в этих регионах отложена. Да, мы сейчас об этом говорили на федеральном уровне, да, но смотрите, смотри, вот, и когда об этом говорит, там, активная часть населения, когда мы видим это в интернете, когда некоторые смелые артисты про это поют и об этом говорят, при этом Слепаков снял прекрасный фильм «Домашний арест», да, который показывает вообще изнутри, вообще всю систему, там, как все происходит в российской власти. И Центральный канал он показал? Нет, не показал, «Домашний арест» никто не показал, он только в интернете, нет, я думаю, что они его не покажут. Это совершенно не в интересах сегодняшней власти. Прекрасно снял юмористический фильм «Домашний арест», там, всем рекомендую посмотреть, где, на самом деле, наши реалии жизни, там все очень смешно, но когда ты это все смотришь, ты смеешься и понимаешь, как наша печальна жизнь. То с этой точки зрения, конечно, потихоньку, помаленьку, да, мы начинаем потихоньку разбираться и это уже затрагивает не только активную часть населения, об этом говорят артисты, об этом говорят музыканты, об этом говорят какие-то другие люди, да. То это, в общем-то, набирает такую определенную большую волну, которая рано или поздно примет решение, что, слушайте, ну так жить нельзя, потому что мы все прекрасно понимаем, что в ближайшее время то, что нам обещают и говорят, мы так жить не будем. Потому что к этому нет ни одной вещи, которую мы бы понимали, что мы будем хотя бы чуть-чуть каждый год прибавлять. Мы, к сожалению, пока по всем экономическим и социальным параметрам только убываем. Еще одна информация, не знаю пока, как ее оценивать, поэтому, да, кстати, напомню просто, что премьера первых двух серий «Домашнего ареста», вообще всего «Домашнего ареста» состоялась на видеосервисе ТНТ. Да, 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 там можно закачать все 12 серий, прекрасно. Да, да, значит, вот какая вышла публикация на сайте наблюдатель.ру, я процитирую, она касается судьбы кировского губернатора Игоря Васильева. Как ты боишься, вот тревожишь себя. Судя по имеющейся информации, в этом году Игорь Васильев передаст все административные рычаги в руки Вятского премьер-министра, а сам сосредоточится на более приятных для предпенсионера делах, будет организовывать со своими советниками Игорь КВН, перерезать ленточки при открытии очередного ларька и проводить временную встречу в Москве и Санкт-Петербурге. Как утверждают близкие к губернатору чиновники, в ближайшее время Игорь Васильев проведет административную реформу, вот уже серьезная, да, история, которая избавит его от статуса председателя правительства Кировской области. Эту должность он торжественно вручит своему спонсору избирательной кампании Александру Чурину, который уже и примеры определили, первого зама, председателя правительства. Вот к этой публикации ты как относишься? Это можно как оценить? Ну, как бы, как это можно оценить? Это можно оценить как та история, которая повторяется на протяжении большого периода времени. Если мне память не изменяет, что и Николай Иванович Шаклеин, и Никита Юрьевич Белых тоже такую реформу пытались произвести для того, чтобы на себя переложить только представительские функции. Значит, ну, по какой-то причине ни тогда, ни при Шаклеине, ни при Белых это не проходило. Значит, я, конечно, не очень сильно и уверен, что и в этот раз пройдет, потому что это требует очень больших согласований. В первую очередь, это документальные, это юридические, плюс начиная там с нашей прокуратуры и заканчивая там администрацией президента и полпреста, потому что это изменение устава Кировской области. Значит, это очень большой пакет документов, который, в общем-то, позволяет сегодня, как бы, полностью изменить структуру власти Кировской области. Понятно, что это очень бы хотел, наверное, наш губернатор, значит, потому что все-таки представительские функции, которые ложатся на губернатора, они совершенно никак не связаны практически с хозяйственной деятельностью, которой, мне кажется, что не каждый губернатор хочет заниматься. Потому что это тяжело, это трудно, потому что проблем становится с каждым годом все больше, а решений все меньше. Значит, и понятно, что человек, который проработал очень долго в Совете Федерации, да, когда орган, который я до сих пор не понимаю, для чего существует, ну, является представительским, когда ты, в общем-то, в свободном полете вроде как бы и на работе, и в то же время ты, вроде как бы, постоянно в каком-то расслабоне. Значит, и тут бы очень тоже, наверное, хотелось бы как-то это все разделить, потому что, ну, три года еще, к сожалению, работать, это очень многовато, наверное. И тут бы нужна какая-то такая, допустим, как вам правильно сказать, другая часть этой истории для того, чтобы за все хозяйство, за всю работу и за все, что происходит, отвечал другой человек. Это представитель правительства. Значит, то в данном случае есть только одно «но». Мы все-таки выбирали себе губернатора Кировской области, люди ходили голосовать, а представители правительства, люди не ходили голосовать. И то, что сегодня там предлагается уже кандидатура, ну, не знаю, почему именно эта кандидатура, у нас есть еще и другие залы. Мы не знаем. Мы не знаем, да. Это пишет наблюдатель, но в данном случае они взяли, видимо, по какой-то логике. Во-первых, у них есть какая-то информация, и во-вторых, это первый зал. Да, то вроде как бы все складывалось. Значит, мне кажется, что... Почему не Курдюмов, например? Ну, да, я считаю, что Курдюмов очень работоспособный, как бы, и мы сегодня видели там отчет губернатора перед президентом, и все, что он рассказывал и хвастался, это все связано с блоком как раз Дмитрия Александровича Курдюмова. Да, то по другим-то направлениям я не знаю, мы вообще куда двигаемся. Допустим, я какие-то наблюдаю направления, которые связаны там, да, но они вообще, как бы, все межзабытые. Надо сказать, что наблюдатель под своим материалом разместил опрос, кого бы вы хотели видеть в качестве губернатора Кировской области. Так вот, 17% ответило, что Игорь Васильев, 18% что Александра Чурина, а на первом месте два ответа, кого-то другого, но не местного, кого-то другого, но варяга. Местного, наоборот, по-моему, кого-то другого, но местного. Но местного, а кого-то другого, но варяга. Так что можно сказать, что второе и третье место все-таки разделяют именно Чурина Васильев, а не Валенчук, не Крепостнов, не Быков. Слушай, ну, я тебе, знаешь, как я скажу, я не вижу социологии, потому что я знаю, что когда в городе Кирове собирался какой-то вопрос, а я не помню о чем, на голосовании, и это касалось города, это было еще при главе в городе Быкове, то всей администрации было поручено жать на кнопки в рабочее время для того, чтобы набрать какой-то нужный вопрос или какой-то снять. То тут, поэтому, очень сложно, как бы, ориентироваться. Может быть, все-таки и неплохо, если, например, тот же Чурин станет представителем правительства с определенными полномочиями. Слушай, ну, мне тут вспоминается басня, да, с какой стороны вы не садитесь, но все равно не... На самом деле, по большому счету, я скажу, что это никакого изменения для жителей Кировской области, и для... Ну, вот эта вся административная реформа, она никакого ни плюса, ни минуса дает. Одной по той причине, что, в общем-то, это не меняет концепцию, это не меняет стратегию. Вот они что-то там внутри себя что-то делают. Стратегию внутри области или стратегию в стране вообще? Ну, мы стратегию в стране не будем, как бы, трогать, потому что, в общем-то, она... В области. Да, потому что, на самом деле, то, что говорит тот губернатор, который оказался все-таки фейковым, он говорит о том, что основная проблема правительства Российской Федерации, это полностью потеря взаимоотношений и связи с регионами. Да, то, в принципе, они брошены, регионы, и они никого не интересуют. И в данном случае это, на самом деле, наверное, очень большая проблема. То мы говорим о том, что каждый регион выживает так, как может. И каждый регион живет так, как работает у него власть. То есть нам административная реформа не поможет? Да, я думаю, что она ни на что не повлияет. Помочь нам уже вообще практически ничего не может. Потому что это, в общем-то, тенденция всей страны. Значит, но в данном случае вот эти местные какие-то там разборки, какие-то переизменения, какие-то там комфортные создавания условий. Кто-то хочет быть представителем правительства, кто-то хочет как можно меньше находиться в городе Кирове и Кировской области, и хочет больше находиться, отстаивать интересы Кировской области в Москве, как это модно говорить там, да? То, наверное, да. Но это не для нас история. Вот нам без разницы, кто завтра будет замгубернатором. Иванов, Петров или Сидор? По большому счету. Мы же никак это не ощущаем. Внутри русских его особое мнение мы сегодня слушали. У микрофона работала Светлана Занько. Всем хорошего дня. Да, хорошего вечера.